Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок. Сегодня мы с вами поговорим немного о обрезке, а именно о зелёных операциях. То есть обрезка – это не только дело времени покоя. То есть не обязательно это должен быть февраль-март месяц. Грамотный плодовод, он подходит к дереву минимум с обрезкой 4 раза. А если это, допустим, какие-то сложные конструкции, то и каждую неделю, каждые 2 недели. Но и сейчас самое время настало зелёных операций. Конечно, многое зависит от погоды, от климатических условий, которые складываются. Но в этом году весна холодная, и всё медленно развивается. Но тем не менее уже есть причины для беспокойства и проведения первых зелёных операций. Вот что такое зелёная операция? Вот вы видите, значит, была спящая почечка. Из неё начали просыпаться побежки. Это можно… Вот на этой стадии они очень-очень легко выламываются. И вот даже усилить, даже секатора часто не нужно. И вот когда вот такое… Вот здесь немножко уже одревеснело, да, и здесь уже может и секатором стоит. Естественно, перед зелёными операциями и после них желательно, чтобы деревья были обработаны. Но до проведения зелёных операций у меня деревья обработаны, а после них обязательно нужно пройтись фунгицидом для того, чтобы вот эти микроследы не стали входными воротами для инфекции. Вы, наверное, уже слышали, что даже упавший черешок отломавшегося, оторвавшегося листика может при определённых условиях послужить входными воротами для инфекции. И вот зелёная операция, вот почему считается, минимальная травматизация происходит стволов, побегов, то есть минимальные ранки, и всё это делается легко и быстро. То есть удаляются все вот такие вот вещи. Потом ещё, что касается летней обрезки, скажем так. Ну и вот сейчас май месяц, но тем не менее. Видите, значит, косточковая культура, они теплолюбивые. И вот сейчас мы стоим у абрикоса. Абрикос у нас теплолюбивая культура. Я обычно режу его летом, после того, как съём плодов производится. Но так сложилось, что в прошлом году у меня просто не было возможности обрезать. Ну и теперь здесь ещё дело, скажем, и пила нужна, но сегодня без пилы. Но мы снизим вершину высоторезом, так как это стоило бы сделать ещё в прошлом году, летом. Я обычно режу. Это конец июля, начало августа. Зависит от культуры, конечно, но тем не менее. Вот мы удаляем все конкурентные побеги, они не нужны. Ну вот мы с макушкой уже разобрались, то есть все конкурентные побеги мы вырезали. А, допустим, если вы решили оставить однолетние приросты, двухлетние приросты, их можно укорачивать на одну треть, на две трети. Это уже всё зависит и от влагообеспечения, ну и от климата тоже. На моё осмотрение, деревья иметь высотой выше трёх метров на приусадебном участке не стоит, потому что возникает проблема с обработками. Обычным ранцевым опрыскивателем без мотора вы не добьёте до вершины выше, и поэтому нужно удерживать деревья на высоте двух с половиной, трёх метров, но не более того. Даже после обрезки они должны в идеале быть два метра. Ну и крона должна быть прозрачной. Вы видите, вот у меня, допустим, здесь южная сторона, и оно своего рода как канделябр немножечко развернуто к солнцу, и вершина лохматая не нужна, потому что она будет затенять всё ниже. И сейчас мы перейдём с вами к персику. Вот этому дереву персика уже пятый год, и вы видите, значит, у него немножко оглена середина кроны. Это произошло в результате весенних заморозков прошлого года, когда в мае грянули морозы, и дерево обмёрзло здорово и резалось уже на живые почки просто. И поэтому, с одной стороны, и времени не было, с другой стороны, вершину как бы не трогало целенаправленно, для того, чтобы хоть что-то фотосинтезировало. Но вообще персика нужно резать как, ну как вот у нас образно говорят, как траву, потому что он зарастает очень быстро, плодоносит на прошлогодние древесини, и поэтому не надо стесняться, не бояться резать. Потом, значит, курчавость у персика, это проблема, ну, многих регионов у нас в Беларуси, это особенная проблема, и крона, конечно, должна быть низкой. И вот сейчас мы будем его снижать. Дело в том, что, ну, укорачивать древесину обязательно нужно, потому что иначе будет, вот видите, как вот здесь произошло, в силу подмерзания, но тем не менее, плодоношение, видите, смещается на периферию кроны. Ну и так можно далеко зашагать, ну, не в наших интересах. Поэтому мы будем его снижать в любом случае. И когда бы вы не резали, что бы вы не резали, вы вначале смотрите на дерево и принимаете решение, что вы будете делать с вершиной, как вы вершину обрежете. Часто главное, ну, так скажем, протокол намерений принять. Значит, вы решили, что делать с вершиной, часто бывает, что не можете подойти, и вы не с вершиной будете резать, а с периферии, но тем не менее, вначале должно быть принято решение, как резать вершину. Мне такая высокая крона не нужна, и поэтому я буду снижать ее, и буду снижать очень здорово, потому что в первую очередь мне нужно качественно проводить защитные мероприятия. Поэтому будем резать серьезно. Приросты укорачиваем как минимум на треть, для того, чтобы получить боковое ветвление. В любом случае, если даже вы залеете, и вам кажется, что у вас не останется плодов, то в любом случае плоды у вас просто, ну, они не вызреют. Они осыпятся, потому что дерево может прокормить только столько, сколько может прокормить. И, по сути дела, у вас дерево затратит лишние усилия, поэтому нужно резать, не стесняясь. Что мы в кроне удаляем? Значит, мы в кроне в первую очередь удаляем конкурентные побеги. Но здесь, вот, допустим, у меня уже здорово даже переросло, да, и здесь еще нужна будет и электропила, наверное. Но сегодня у меня ее с собой нет. Поэтому мы уже с фиторезом что сможем, что срежем. Большие ветви не смогу, но я в любом случае покажу, как эти ветви можно перевести. Да, вот, допустим, вот у нас это двухлетняя ветвь. И вот мы ее на боковое ответвление переведем. И то же самое. Вообще, в идеале я хочу вот эту ветвь снять вот на вот эту вот веточку. Но так как у меня нет сейчас электроинструмента с собой пилы, то я сделаю вот таким вот образом. То есть вот эти вот мы в своем кругу называем оленьи рога. Вот эти вот рога пошибать надо, потому что много не нужно. И это сверху, и это все будет затенение. И вот весь прирост прошлогодний как минимум на треть укоротить. Это делается для того, чтобы стимулировать боковое разветвление. Да, видите, вот проснулись веточки, они начнут тогда ветвиться. Иначе это будет расти в первую очередь опекальная точка. И опять-таки будет формироваться плодовая древесина на периферии. Потом вот видите, вот такие конкурентные побеги вообще полностью удаляются. Как бы они красиво не цвели, но они не нужны. Ну вот смотрите, мы снизили дерево, но до трех метров точно снизили. Теперь я штанга опрыскивателя спокойно достану все. Мы проедели, сняли макушку, сняли все эти верхние ветви, оленьи рога, как я говорила вам. И вот теперь крона прозрачная, легко будет обрабатываться, легко продуваться. Мы стимулировали боковое разветвление по периферии. И, собственно говоря, в таком уже состоянии крона может быть. Все, что мы могли сделать с этой кроной, мы сделали. Но главная задача резать сильно для того, чтобы получить много нового прироста молодого. Потому что на следующий год именно на нем будет закладываться плодовая древесина. Если вы не будете резать, то периферия будет все время развиваться. И плодоношение будет откачевывать на периферию. Вы получите огромные сирнорослые деревья, но с плохо управляемым ростом. И плодов от этого больше не будет. Но во всяком случае в нашем климате это точно так. Вот с этим у меня все. И сейчас мы еще посмотрим, что можно сделать весной из зеленых операций на кустах. Вот смотрите, перед нами молодой кустик смородины. Смородина красная. И казалось бы, что можно с ним делать в мае месяце. А делать можно и нужно. Смотрите, здесь уже появляются... Вот у нас есть 5-6 даже сильных ветвей. Максимально допустимые в кусте 12 ветвей. Больше их не нужно. И вы видите, что начинают расти молодые побеги. И наша задача оставить сильные и убрать ненужные загущающие крону побеги. Ну вот мне нравится вот этот побег. Нравится вот этот побег. И вручную, вот так как я показывала на стволе абрикоса, точно так же мы можем брать конкурентные, ненужные нам побежки, загущающие крону. Потому что в любом случае, если будет затенена крона, то урожай... Ну, меньше будет накапливаться сахаров, скажем так. Вот таким вот образом. То есть операция очень нехитрая. Все это вламывается в ручную. И кустик становится прозрачным. И вот мы на замену, на будущее развитие оставили 3 побега. И вот таким образом у нас, если считать от корня, то их 4 ветви. Если вот такие вот древесневшие побеги, 6. И 3 оставили, 9 вполне достаточно. Больше их не нужно. Единственное, что значит, если сильнорослая культура, если у вас куст очень высокий, то желательно не больше 8 побегов. Для того, чтобы, опять-таки, чтобы все хорошо освещалось солнцем. И в случае осадков, чтобы не застаивалось после дождей, чтобы не застаивалась влага в кроне, чтобы не развивались патогенные микроорганизмы. Ну вот, про зеленые операции на данном этапе все. Вполне возможно, что летом мы покажем еще в дальнейшем, какие зеленые операции делаются, потому что их достаточно большое количество. Они делаются и на древесных породах, и на ягодных культурах тоже. Ну вот, на сегодняшний день у меня все. До свидания, до следующих встреч. И хороших вам урожаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова